Добрый день, дорогие друзья, гурманы и кулинары! В одном из прошлых выпусков мы с вами готовили свинину барбекю по-кантонски Чар Сиу. И сегодня я покажу вам рецепт, который можно приготовить либо совместно, либо на следующий день из того, что осталось. Если, конечно, осталось. Сингапурская лапша. Это уникальное блюдо, в котором слияние вкусов и текстур стали мировой сенсацией. Истории сингапурской лапши столь же разнообразны, как и ее вкусовые особенности. И вопреки распространенному мнению, это блюдо не родом из Сингапура, а скорее является творением, родившимся под влиянием всех азиатских культур. Его корни можно проследить до кантонцев, которые принесли свой кулинарный опыт в Юго-Восточную Азию, в частности в Гонконг. Со временем блюдо эволюционировало и стало включать в себя множество ингредиентов, отражающих культурное разнообразие региона. Рисовая лапша – основной продукт кухни Юго-Восточной Азии, стала холстом для этого кулинарного шедевра. Дополненная гармоничным сочетанием порошка карри, креветок, курицы, свинины чассио и ассортимента свежих овощей, блюдо приобрело неповторимую индивидуальность, которая продолжает покорять вкусы гурманов по всему миру. В западных странах блюдо часто подвергается различным адаптациям в соответствии с местными вкусами. Это включает в себя вариации специй, выбор белков и добавление местных ингредиентов, демонстрируя гибкость сингапурской лапши как холста для кулинарного творчества. В традиционном гонконгском стиле сингапурской лапши обычно используется техника вокхей – дыхание вока, придающую блюду дымный аромат. С другой стороны, западные варианты могут предпочесть более лёгкое воздействие специй, обеспечивая более универсальный вкус. Всемирная популярность сингапурской лапши ещё больше подпитывается влиянием социальных сетей. Фотографии и заманчивые кулинарные видео, демонстрирующие яркие цвета и аромат блюда, способствуют его притягательности, а энтузиасты в кулинарии играют ключевую роль в распространении этой популярности по всему миру, создавая эффект домино в кулинарных исследованиях. И сегодня я предлагаю вам самим убедиться в этом и попробовать приготовить сингапурскую лапшу у себя дома. Список ингредиентов, а также ссылки на продукты из наших магазинов «Красный дракон» будут в описании под этим видео. Сам рецепт сингапурской лапши довольно-таки простой, но самым сложным ингредиентом будет, конечно же, свинина чарсио. Её нужно предварительно замариновать, затем правильно обжарить и затем уже добавлять в вок. Поэтому я и говорю, что либо готовится совместно этот вок со свининой чарсио, либо из того, что у вас осталось. У меня остался небольшой кусочек после того, как я готовил его дома. И сегодня я покажу вам полноценный классический рецепт сингапурской лапши. Первым делом нам надо заварить рисовую вермишель. Вы можете взять фунчозу. Фунчоза – это у нас крахмальная лапша, либо рисовую вермишель. Она бывает разной толщины и надо выбрать самую-самую тонкую. Поэтому сейчас мы заварим рисовую вермишель в кипящей воде на полторы-две минуты и затем уже откинем на сито и дадим лишней воде стечь. И так как у нас блюдо в вок, нам надо все ингредиенты подготовить заранее, чтобы мы просто добавляли их по мере того, как их надо добавлять в вок, чтобы у нас не сгорело, чтобы у нас не пережарились какие-то ингредиенты. Приступаем. Итак, кипящую воду на полторы-две минуты. Затем достаем, промываем под холодной водой и оставляем на сито, чтобы дать лишней влаге стечь. Далее нарезаем овощи, морковь, болгарский перец, репчатый лук, стебель сельдерея, и зеленый лук, куда же без него. Часть у нас пойдет в вок и часть на украшение. Креветки у меня уже очищены. Далее нарезаем нашу часть сию. В самом конце нарезаем куриное бедро. Вы можете использовать грудку, я буду использовать бедро. Тоже соломкой. Так как у нас лапша, поэтому все нарезается соломкой, чтобы удобно было есть палочками. Также нам понадобится одно яйцо. Его необходимо взбить. Для соуса смешиваем порошок карри, соль, сахар. Все граммовки как всегда будут в описании. Столовую ложку устричного соуса, пол столовой ложки кунжутного масла и две столовые ложки воды. Ну и когда у нас уже все ингредиенты подготовлены, овощи, мясо нарезано, соус готов, лапша у нас тоже уже готова, мы приступаем к жарке сингапурской лапши. Жарить мы будем поэтапно, то есть сначала мы обжарим один ингредиент, затем второй и третий. Делается это потому, что мощности нашей плиты, я сомневаюсь, что у вас есть такая, как в Азии, горелка для вока. Соответственно, мощности нашей плиты не хватает, чтобы жарить все вместе сразу такое большое количество. Соответственно, поэтапно. Если бы у нас была горелка, как в Азии, мы бы все в одном воке быстренько пожарили и даже не задумывались. А так, поэтапно. Сейчас я вам все покажу. Приступаем к жарке. Разогреваем вок до дымка и добавляем яйцо. Затем курицу. Креветки. Затем курицу. Затем курицу. Затем курицу. Затем закидываем овощи. Обжариваем буквально 30-40 секунд. и затем добавляем лапшу. Затем курицу. Затем возвращаем яйцо. Креветки. Курицу. Затем возвращаем яйцо. курицу. Затем добавляем соус. курицу. И в самом конце добавляем проростки сои. алюминистizes. Имель. И поменьше. Альминистер на стол. Соколи. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. С развитием кулинарного туризма сингапурская лапша стала обязательным блюдом для путешественников, стремящихся узнать подлинный вкус Юго-Восточной Азии. Эта кулинарная жемчужина, рожденная в результате слияния культур, не только выдержала испытания временем, но и продолжает развиваться, покоряя вкусовые рецепторы гурманов со всего мира. Также это отличная возможность попробовать сразу два блюда – чарсию, кантонскую свинину барбекю и непосредственно саму сингапурскую лапшу. Если вам понравилось это видео, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал, если этого еще не сделали, и написать мне пару слов в комментариях. Список ингредиентов, а также ссылки на продукты из наших магазинов «Красный дракон» будут в описании под этим видео. Там же в описании будут ссылки на наши маркетплейсы и мой личный телеграм-канал «Лапшичка». Приятного аппетита, до скорых встреч, пока-пока. Что ж, дегустация, как всегда. Начнем с креветочки. Сочетание просто какое-то карри очень сильно выделяется. В сочетании со всеми ингредиентами чувствуется сельдерей, карри. Очень круто. Очень круто. И я думаю, что это даже без свинины чарсию, в копилку ваших рецептов воков. Класс. Свинина сама по себе вкусная. Но в сочетании с этим соусом, с этими овощами, просто выходит на другой уровень какой-то. Знаю, что многие не любят сельдерей. Но я очень-очень сильно люблю что корень, что стебель сельдерея, смузи с сельдерея вообще. Зеленое яблоко, сельдерей, кинза. Вообще просто одно из самых топовых, наверное, смузи, который я пробовал. И здесь в сочетании вот с этими ингредиентами, с карри дает совершенно новый какой-то тоже уровень именно для сельдерея. Что для свинины, что для сельдерея. И вообще какой-то очень-очень свежий аромат. Вок такой прям очень, хоть и жареное блюдо, но довольно-таки свежее. Не знаю, как объяснить вам иначе. Как вы уже поняли, не рекомендовать это блюдо я не могу. Даже если вы не готовили свинину чарсилу, если вы собираетесь приготовить, обязательно готовьте еще и вок. Если вы не хотите заморачиваться со свининой чарсилу, можете не заморачиваться. В принципе, этот вок, он, так скажем, свинина здесь не самый главный ингредиент. Да, он есть, да, он присутствует. Он считается основным, но не самым доминирующим во вкусе. Поэтому если вы хотите поэкспериментировать именно с воком, именно с соусом для вока, то вот этот соус очень мне показался довольно-таки интересным, свежим и новым. Ну, а я с вами прощаюсь. Вам приятного аппетита, если вы готовите или едите. До скорых встреч. Пока-пока. Кажется, надо добавочки еще взять.